Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Для того, чтобы начать делать скос, ставлю в переднее положение те иглы, которые у меня не будут принимать участие в скосе, то есть прямой участок второго полотна, и диагональ у меня пойдет на средних 10 игл, поэтому провязываю на той части, которая у меня стоит в рабочем положении, то есть я вывязываю боковую часть. 4 ряда, 4-6 рядов, у меня по 4 ряда. Так, не забудьте включить рычаги частичного вязания, иначе иглы станут работать. Провязали 4 ряда в переднее положение. Игла в переднее положение. То есть мы вывязываем боковую часть, выводя через 4-6-8, сколько вы провязываете рядов, переднее положение, крайнюю иглу. Таким образом вывязываем уголок до начала прямого участка. Закончили. Вот он прямой участок. Меняем цвет, потому что теперь я начинаю вязать второй нитью, второй цвет. Это как бы мы вывязали основу для лодки. Сейчас мы будем провязывать саму лодку. Меняем цвет. И переходим с вами на противоположную сторону. Начинаем будем с противоположной стороны, вводя в работу иглы. Потому что здесь у меня полотно провязано, мне нужно начинать провязывать ту часть, которая у меня с наименьшим количеством рядов. Итак, рычаги частичного вязания как были включены, так и включены. Обвивать ничего нельзя, потому что при большом количестве провязыв мы просто перетянем все вязание. Мы будем делать немножко по-другому. Итак, провязываю 2 ряда на первых 10 иглах. Проверяю, что ничего лишнего в работу не встало. Раз, два. А вот теперь обратим внимание на то, что здесь у меня есть протяжка. Вот она, протяжка между рядами. Петля, протяжка и следующий ряд. То есть мы провязали как бы 2 межугольные протяжки. Одна из них. Вот. Вторая из них. Это вот эта петля, которая у нас именно петлю из себя представляет. И надеваем ее на полотно. Но, если я надену на крайнюю иглу, у меня вот здесь вот получится отверстие. Это некрасиво. Поэтому я ее буду надевать на вторую иглу. Таким образом я сдвигаю 2 полотна. Провязываю еще 2 ряда. У меня же 4 ряда провязка идет. И теперь я бы просто поставила иглу в работу и поехала вязать дальше. Но при этом у меня вот эта игла покрасит ступеньку. Она создаст ступеньку, которая мне совершенно здесь не нужна. Я не хочу ступеньки. Я хочу, чтобы у меня 2 полотна очень плотно прилегали друг к другу. При этом без каких бы то ни было выступов. Гладкое полотно, чтобы шло. Поэтому придется хитрить. Снимаю крайнюю петлю на декер. И надеваю на место вот этой вот бежевой петли. Петлю, которую мы провязывали под зеленую. Беру из-под зеленой крайней петли провязанную петлю прошлого ряда. Надеваю ее на пустую иглу. И сверху бежевую петлю провязываю 2 ряда. Теперь Видите, полотна немножко перетягивается. Вот она, протяжка. Еще раз смотрю, чтобы не ошибиться. Протяжка. Надеваю ее на вторую иглу. И еще 2 ряда. Снимаю углу, которую у меня. Сейчас бы пошла в работу. Надеваю на ее место протяжку эту петлю на вторую иглу. То есть я на первую иглу не надеваю ничего. Таким образом я избегаю расхождения полотенца. Видите, здесь достаточно большие отверстия. И ежели их взять и надеть на то место, которое стандартно используется, у нас будет расхождение. Так вот здесь, при таком использовании, про надевание на вторую иглу, у нас минимальное прилегание полотенца происходит. И так далее, снимаю петлю. Мы можем, кстати, сразу ее надеть на иглу, а на ее место петлю из-под провязанной крайней иглы зеленого цвета. И так далее. То есть это один из вариантов перекрыть ступеньки при смене цвета частичного вязания. Надеваем петлю и все, мы закончили. Убираем рычаги частичного вязания и провязываем на всех петлях. Таким образом мы вышли на заданное количество петель. И вяжем дальше наше полотно. Что получается? Вот что получается. Ровное полотно. Достаточно плотно прилегающее одно к другому. В случае необходимости можно подтянуть. И вот так вот оно будет выглядеть без дырок, без протяжек, без ступенек. Если вам это видео было полезно, если оно вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. А обязательно приходите на вязальные посиделки по вторникам-четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Ваша Наталья Некрасова.